Уважаемый Касым Жамат Камилевич, уважаемые друзья, коллеги, я приветствую участников и гостей юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума. Он проходит в непростое для всего мирового сообщества время, когда экономика, рынки и сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания. Более того, такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам, основательно подорваны. Подорваны, к сожалению, нашими партнёрами на Западе. И сделано это намеренно, ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий. Сегодня изложу наш, когда говорю наш, имею в виду российское руководство, свой взгляд на ситуацию, в которой оказалась глобальная экономика. Подробно остановлюсь на том, как Россия действует в этих условиях и как планирует своё развитие в динамично меняющейся обстановке. Полтора года назад, выступая на Адовозском форуме, вновь подчёркивалось, что эпоха однополярного миропорядка завершилась. Начать хочу с этого, без этого никуда не деться. Завершилась, несмотря на все попытки её сохранить, законсервировать любыми средствами. Это естественный ход изменения, это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами. Шаблонами. Шаблоны здесь не работают. Шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра. Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная держава с ограниченным кругом приближённых или, как ещё говорят, допущенных к ней государств. И все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы. Что называется, работают в одну сторону. Игра идёт в одни ворота. Мир, основанный на таких догмах, определённо неустойчив. Соединённые Штаты, прогласив победу в Холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причём эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета. Речь идёт об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать. Повторю, эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы всё вернётся на круги своя. Всё будет, как и прежде. Не будет. Однако, похоже, что правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают в такого рода иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает. Причём наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого «золотого миллиарда». Считают всё остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колонии. А народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными. Если они исключительные, значит, все остальные – второго сорта. Отсюда неуёмное желание наказать, экономически задавить того, кто выбивается из их общего ряда, не хочет слепо подчиняться. Более того, они грубо и беспардонно наслаждают свою этику, взгляды на культуру и представления об истории. А порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств, создают угрозу их существованию. Достаточно вспомнить судьбу Югославии, Сирии, Ливии и Ирака. Если же какого-то бунтаря не получается захмутать, усмирить, то его стараются изолировать или, как сейчас говорят, отменить. В ход идёт всё – даже спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства – по той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения. В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе и безумных санкций против России. Безумных и, я бы сказал, бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов. Расчёт был понятен нахрапом, насколько смять экономику России за счёт разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей. Не получилось. Очевидно, что это не вышло, не состоялось. Российские предприниматели, органы власти работали собрано, профессионально. Граждане проявили сплочённость и ответственность. Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Вначале стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть. Затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест. Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали ещё в начале весны, не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания. Откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей, и про крах нашей экономики в целом, всё это было и остаётся орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги. Кстати, и некоторые наши эксперты поддались такому внешнему давлению. В своих прогнозах также исходили из неминуемого коллапса российской экономики и критического ослабления национальной валюты рубля. Жизнь оправил подобное предсказание. Однако подчеркну и хотел бы отметить, чтобы и дальше добиваться успеха, мы должны предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельными в своих выводах и, конечно, верить в свои силы. Это очень важно. Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны. Спустя буквально три месяца после массированного пакета санкций мы подавили инфляционный всплеск. После пика в 17,8%, как вы знаете, сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется. Государственные финансы устойчивы. Я потом проведу сравнение с другими регионами. Да, нам и это многовато. Конечно, 16,7% – большая инфляция. Мы должны с этим работать и будем это делать. И, уверен, добьемся положительного результата.